Эта необычная история изменила жизнь в моей семье. Тогда я учился в школе, и учиться нужно было ходить в соседнюю деревню. С утра добирались на автобусе, а после учебы дядя Гена подвозил нас до дома. Он как раз в это время каждый день приезжал по колхозным делам и на обратном пути забирал нас из школы. Наша деревенька небольшая и училась в школе человек 10 в нашей деревне. Мы все помещались в повозке, и дядя Гена рассказывал нам всякие истории в пути. Они нам казались очень интересными. Дядя Гена был мой сосед. Он жил один, никто не знал почему. Он не выпивал, как многие в деревне, и на работе его ценили и уважали. Позже я узнал, что его председатель попросил, чтобы он по пути забирал нас со школы. Дядя Гена с удовольствием согласился. Он любил детей, и детям с ним было интересно. Он мог рассказывать истории, наверное, днями, и дети с удовольствием слушали их. Я жил с мамой и отчимом. Отчим работал трактористом и любил выпить. Когда приходил домой, закатывал сцены ревности мамки. Бывало, я распускал руки. Мне тоже не раз перепадало. Слава Богу, началась весна. И в колхозе много было работы. А бывало, домой он ночевать не приходил. Мы не знали, на работе он или еще где-нибудь шляется. Вот такая невеселая жизнь была у нас с мамой. Однажды дядя Гена подвез нас со школы до поворота, который вел к нам в деревню. Назначил меня старшим, чтобы я довел детей благополучно до дома и поехал по работе в соседнюю деревню. От поворота до деревни было километра полтора. Так что путь наш был недолгим. На краю деревни дети разбежались по домам. А я свернул в лес. На свою любимую поляну. Мне нравилось побыть одному в лесу. В воздухе уже пахло весной. Мои размышления нарушили какие-то звуки. Я начал прислушиваться, откуда они исходят. На краю поляны сидел щенок и жалобно пищал. Я подошел поближе. Он прижался к земле. Его трясло от страха и холода. Он был совсем маленький. Я взял его и засунул под куртку. Щенок стал согреваться и успокоился. Я направился домой. По дороге рассматривая его, я пришел к выводу, что это волчонок. Но все равно принес его домой. Не бросать же его одного в лесу. Может, с его родителями случилось что-то. И он без них погибнет. Поселил я волчонка в сарае, чтобы он не попадал на глаза отчима. И маме решил пока не рассказывать. Но на следующий день мама обнаружила и стала высказывать мне свое недовольство. Я уговорил ее оставить волчонка. При условии, когда он вырастет, то я отпущу его в лес. Я согласился. И волчонка оставили на воспитание. Волчонок подрастал. И я на ночь запирал его в сарае. Прошло лето. И уже закончилась посевная. Отчим чаще стал появляться дома. И чаще у нас с мамкой начиналась веселая жизнь. Отчим гнобил нас и распускал руки. Вот и в этот вечер он начал ревновать мамку. И обзывать ее непристойными словами. Она пыталась успокоить его. Но отчим ударил ее по лицу. Я вмешался. И получил подзатыльник. Мама выбежала во двор. Села на лавочку. И заплакала. Я стал успокаивать ее. Но тут вышел отчим. И снова стал ругаться. Отстань от нее. А то... И я замолчал. Ты меня пугаешь? Вскипел отчим. И направился ко мне. Я подбежал к сараю. И стал открывать дверь. Не надо. Только и успела сказать мать. Но было поздно. Из сарая во двор вышел волк. Он уже почти не отличался от взрослых своих сородичей. Ты на меня хочешь натравить собаку? Гневно прокричал отчим. И стал искать глазами. Что взять в руку. Чтобы огреть пса. Он думал. Что это просто собака. Волк понял. Что этот человек опасен. Для него. И конечно же для меня. Он в один прыжок. Врезался передними лапами в грудь отчима. Тот от неожиданности. И ослабленный алкоголем. Упал на спину. Волк уперся лапами ему в грудь. И начал скалиться и рычать на него. И тут отчим разглядел. Что за зверь прижала его к земле. Он наверное протрезвел от страха. И взмолил о помощи. Фу. Иди ко мне. Сказал я своему волку. Волк с неохотой. Но послушал меня. Отпустив перепуганного отчима. Он подбежал ко мне. Отчим встал. Придя в себя. Он начал материться. На чем свет стоял. Перестань бессовестный. Сказала ему мать. Он хотел ударить ее. Но волк снова оскалил клыки. И зарычал. Отчим застыл на месте. Мое терпение лопнуло. И я решила. Уходи. И дай нам спокойно жить. Сказала мама. На отчима снова нахлынула волна гнева. И он снова стал ругаться. Что случилось? Соседка. Может чем помочь? Раздался голос за калиткой. Это был сосед. Дядя Гена. Пожалуйста, Гена. Помоги выгнать этого алкоголика. Сил моих больше нет. Взмолилась мать. Это с удовольствием. Сказал сосед. И вошел во двор. Отчим пытался сопротивляться. Но сильные руки дяди Гены схватили его за шиворот. И он вытолкал его со двора. Этим временем мать собрала на скорую руку вещи дебошира. И вышвырнула их на улицу. Отчим посылал проклятие. Но потом ушел в неизвестном направлении. Мать села на лавочку. И вздохнула с облегчением. Мне на душе стало легче. Мать наконец решила выгнать этого алкоголика. Дядя Гена сел рядом на скамейку. И сказал. А что это у тебя за пес? Неужели волк? Я видел, как он защищал вас. Хорошая охрана. Я его маленького с леса принес. Теперь он большой. Только я маме обещал выпустить его, когда он вырастет. Пусть остается. Если он захочет сам. Сказала мать. Тем временем волк подошел к дяде Гене и стал обнюхивать его. Потом он лизнул руку соседу и отошел ко мне. Я ему понравился, сказал сосед и засмеялся. Пойдем в дом. Я тебе чаем напою. Предложила мама. Не откажусь. Надоело по вечерам одному чаемничать. Мама с дядей Геной пошли в дом. А я накормил своего волка и уже не стал закрывать его в сарае. Было уже поздно. Я лег в кровать. Мама с дядей Геной пили чай и тихонько разговаривали. И я не заметил, как уснул. Утром я проснулся от разговора на кухне. Я встал и вышел из комнаты. На кухне собирались завтракать. Мать с дядей Геной. Умывайся. Не давай завтракать, сказал сосед. Сегодня выходной. И мы с мамой собрались в город. Ты с нами? Конечно, ответил я. Тогда быстро умывайся и завтракать, сказала мама. Теперь с нами стал жить дядя Гена. И это была совсем другая жизнь. Спокойная и счастливая. Потом я узнал, когда сам дядя Гена учился в школе, то был влюблен в мою маму. Но судьба распродилась так, что они не смогли быть вместе. Поэтому и жил один дядя Гена. Он все это время не терял надежды и наконец-то дождался. Теперь он был счастлив. И мы вместе с ним. Ко мне он относился как к сыну. И вскоре у меня появилась сестра. Мой волк ушел в лес. Я изредка встречал его. Вот такая история. Спасибо вам, что дослушали до конца Мурасказ. Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И вы уже точно не пропустите очередные рассказы. Субтитры сделал DimaTorzok